Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как облегчить себе жизнь и быстро и просто собрать эскиз сложной композиции в фотошопе. Те, кто рисует, знают, что время от времени возникает желание или необходимость создать композицию из более чем одного персонажа. Проще и удобнее всего, конечно, начинать работу с эскиза. И здесь фотошоп может оказать нам невероятно незаменимую помощь, даже если мы собираемся работать в традишке, потому что мы можем собрать эскиз в фотошопе, потом перевести его через световой стол, через экран и работать уже любым материалом, который нам нравится. У себя в инстаграме не так давно я затеяла челлендж Friday 6 pm фонар. А это значит, что каждую пятницу в 6 часов я публикую один фонар и в течение получаса в комментариях любой человек может подать заявку на фонар на следующей неделе. Так вот, в этот раз у меня была замечательная заявка классическая Сигурни Уивер в Чужих. Тут, конечно, я не смогла устоять и немножко не пошутить. При слове классическая первая ассоциация, которая у меня возникла, это, конечно же, классическая музыка. Я решила изобразить персонажа Сигурни Уивер Эллен Рипли, которая играет в классическом струнном квартете вместе с ксеноморфами. Мне показалось это, ну, чертовски остроумно. И я начала с поиска референсов классического струнного квартета, потому как из головы такую вещь придумать довольно сложно. Я нашла несколько референсов. Нашла ту фотографию, которая мне показалась наиболее подходящей для моей будущей композиции. Дальше моя задача была сгруппировать музыкантов в квадрат, чтобы они не были так растянуты по горизонтали. Я взяла обычное, не полигональное лассо, очень грубо мышкой обвела по контуру первого музыканта, сделала Ctrl J, то есть дублировала его на новый слой и просто инструментом перемещения подвинула. А дальше опять же мышкой очень грубо я закрасила фон за ним, чтобы мне не мешало остаточное изображение. Цвет с фона я взяла при помощи инструмента пипетка. Дальше я тоже самое сделала с левой группой музыкантов. Я обвела их обоих при помощи обычного лассо, сделала Ctrl J, дублировала на новый слой и инструментом перемещения подвинула нашу группу, так чтобы все музыканты сидели плотнее. Так же самое закрашиваю за моей группой фон. Дальше я довела формат до вытянутого прямоугольника через изображение размер холста и дольше использовала найденные изображения с Эллен Рипли и с ксеноморфами. Я размещаю моих персонажей самоштабно изображение музыкантов. Эллен у меня будет играть на виолончели. Дальше из референсов подобрала подходящих по позе чужих, отразила, немножечко какие-то отдельные элементы вырезала, точно так же дублировала на новый слой, подвинула. Мне нужно было лапу, например, у правого чужого. Разместила моих ксеноморфов, сделала все вместе, я слои не сливала, сделала все вместе немножечко прозрачнее и очень грубо на новом слой, сделала первый предварительный набросок. Я набрасываю мою героиню в форму ксеноморфов и в тех местах, где у меня есть сомнения по поводу того, как именно человек держит скрипку, я отключаю слои с чужими и прорисовываю инструменты по моему слою с музыкантами. А дальше я отключаю эскиз и по моему первому черновому наброску, начинаю прорисовывать лайн. Когда нужно, я включаю референсы отдельные с персонажами, чтобы не запутаться в деталях. Ну, потихонечку прорисовываю. Кстати, на моем канале уже есть ролик о том, как сделать лайн ровным и чистым. Вот подсказочка. По мере прорисовывания персонажей, я сразу хочу упростить себе задачу и разложить их по основным тонам. Поэтому, как только я прорисовала Эллен Рипли и первого ксеноморфа, я сразу их залила при помощи полигонального лассо локальной заливкой. Ну и про использование полигонального лассо для заливок у меня тоже есть отдельный ролик. Вот он. Прорисовываю второго и третьего ксеноморфа, заливаю их. Я не хотела добавлять цвет в мою композицию и оставила ее черно-белой. Заливаю фон небольшим градиентом, оставляю немного светлее на полу и чуть утемняю кверху. Дальше я хочу кинуть немножечко фактуру на фон. Поэтому выбираю фактуру типографского растро и кладу ее на задний план, выбирая наиболее подходящий режим наложения. В данном случае я использовала режим наложения перекрытия. А дальше, поскольку каждый объект я заливала на отдельных слоях, мне очень удобно и просто сделать небольшой отбивочной масочкой такой градиент. Я хочу сделать простенькие тени у моих персонажей. Не буду более подробно останавливаться пока на отбивочных масках, потому что хочу сделать про них отдельное видео. Это очень полезная, интересная и удобная функция всех программ для рисования, поэтому она стоит отдельного подробного рассмотрения. Каждого персонажа я понемножечку притеняю, добавляю чуть-чуть света на объектах. Потом я поняла, что мои скрипки выглядят очень темными. Я в отдельном слое при помощи маски покрасила лайн у скрипок, чтобы оторвать их и сделать более светлыми. Получилось, что они у меня даже как бы светятся. И в общем-то и все. Наш фан-арт готов. Я надеюсь, эта информация кому-то пригодится и кто-то возьмет на вооружение этот способ эскизирования, потому что он очень удобный и здорово экономит время. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. Впереди нас ждет еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!